Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». Сегодня будем говорить о ралли-рейдах, о ралли. И говорить будем, естественно, с гостем. У нас сегодня в студии Алексей Игнатов, пилот команды «Газрейдспорт», мастер спорта, четырехкратный чемпион России по ралли-рейдам и классическому ралли. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, уже не буду даже спрашивать, как вам Ульяновск. Не первый раз, не первый год приезжаете сюда на соревнования, на гонку. Но все равно, как вот Ульяновская трасса? Трасса Ульяновски достаточно своеобразна. Основными ее особенностями является то, что разноплановые дороги, есть и скоростные участки, есть дороги достаточно сложно проходимые, потому что там где-то броды, где-то достаточно глубокие овраги. Приходится преодолевать такие существенные неровности. Ну и плюс эта трасса в разное время года проходит, и она достаточно сильно зависит от погоды, от покрытия. И каждая гонка, в зависимости от того, в какой период времени, в какую погоду она проходит, она не похожа одна на другую. Потому что если мы участвуем в середине года, в летом, в жаркую погоду, трассы, все дороги очень плотные, очень укатанные, скоростные. Много участков, где автомобили выходят на близкие, максимально возможным скоростям. То, если эта гонка проходит, как сейчас осенью, там, либо зимой, то, конечно, гораздо сложнее уже автомобили преодолевать эту трассу, поскольку уже где-то распутится, где-то глубокие лужи, грязь. И, соответственно, это оказывает влияние и на скорости прохождения трассы, ну и на навыках пилотов, да, для кого какие условия, скажем, более привычные, более понятные. Ну и совсем необычно, все-таки, для ралли-рейдов, это когда гонка проходит зимой, поскольку преимущественно ралли-рейды проходят в теплое время года. Вообще, эта дисциплина к нам пришла, там, ну, из Франции, начальником. И одна из самых известных гонок, это вот раньше называлось Париж-Декар, сейчас это серия Декар, эта гонка проходит, ну, на жарких континентах. Вот, поэтому зимние гонки в ралли-рейдах – это такая некая, именно российская особенность этой дисциплины. И специально для этой гонки готовятся автомобили, специально готовятся шины, то есть шины с спортивными шипами. И это, ну, такое достаточно интересное, увлекательное мероприятие. Ну, вот, проходит как раз-таки только в Ульяновске и только еще вот в начале года в Ленинградской области. Это если зимние брать, да? Да. Ну, вот в этом году не зимой все-таки, а осенью. Да, здесь сейчас нам и с погодой повезло, на самом деле, потому что прогнозы предполагали, что, ну, возможно, будут там дожди и ливни, ну, и трассу сильно там размоют, подмочат. Но, тем не менее, погода показала, что трасса такая в достаточно хорошем состоянии, есть незначительные там участки там влажного покрытия, но в целом очень хорошее полотно, и, ну, я думаю, что не составило никому там проблемам по таким дорогам. А вот если зимнюю гонку вспоминать, вот я из своего опыта буду опираться, вот на 20-й год, когда как раз зимняя была, вот вы сказали, что шину надо готовить, а вообще в спортивных машинах печки есть, чтобы зимой гоняться, потому что тогда было минус 20, на улице было очень холодно, в машине, ну, не знаю, или пилот-штурман не мерзнут, потому что все время в движении, все время в напряжении. Ну, в наших автомобилях, автомобилях команды «Газ», «Газелях» и «Газонах», естественно, предусмотрена там система отопления, но поскольку, во-первых, машины созданы на базе серийных комплектующих, и эти агрегаты там изначально предусмотрены, но и, помимо прочего, наша команда круглогодично работает, даже когда есть межсезонье, все равно с автомобилем продолжаются проводиться какие-то испытательные работы, подготовительные работы, и, естественно, нужно, чтобы автомобиль мог эксплуатироваться круглогодично, ну, и к тому же мы подразумеваем, что все-таки в зимних этапах мы также принимаем участие, соответственно, с этим у нас проблем не возникает. Но вот автомобили категории Т3, они, ну, их так называют там эти багги, да, двухместные, вот, они изначально были подготовлены как раз-таки для теплых климатических условий, и не во всех этих автомобилях были предусмотрены системы отопления, зачастую они вообще полностью открыты, вот, и, естественно, для того, чтобы принимать участие в зимних этапах на таких автомобилях, приходится достаточно серьезно делать еще дополнительные операции, ну, по тому, чтобы, во-первых, закрыть салон от внешнего воздействия, да, ну, и установить какие-то системы отопления. Ну, по-разному там люди решают эти условия. Кто-то автономные отопители ставит, кто-то уже завязывает на систему охлаждения двигателя. Ну, и, наверное, морально тоже готовиться надо пилотам таких машин. Ну, да, конечно, как бы ее не готовили к зиме, все равно это остается летним пляжным автомобилем со всеми, в общем-то, особенностями эксплуатации. Поэтому в любой момент, если вдруг печка выйдет из строя, ну, что ж, придется до конца мерзнуть. Ну, пилот в меньшей степени подвержен ситуации, там, возможности замерзнуть, поскольку все-таки какую-то физическую активность он предпринимает. То есть порой очень насыщенная трасса требует активного пилотирования, и таким образом ты сам себя согреваешь. Вот, штурману, конечно, здесь не подавидишь, потому что все-таки основная его работа заключается в том, чтобы там по дорожной книге, по приборам все-таки, ну, следовать по маршруту, и как таковой физической активности там не подразумевается. Алексей, вот так, про все времена года вроде проговорили. У вас есть любимое время года для гонки? Да трудно сказать. Каждый сезон по-своему хороший. Если говорить про ралли-рейды, наверное, я бы все-таки сделал действительно там уклон в сторону летних этапов, которые проходят еще и в такой песчаной местности. Вот. Но тут надо оговориться, что таких этапов достаточно много. То есть есть из чего выбирать. Вот. А поскольку зимних этапов, ну, в нашей стране на данный момент этапов чемпионата России всего два зимних, то, конечно, они остаются все-таки изюминкой ралли-рейдов, и, ну, люди стремятся принимать в них участие, и в том числе я тоже с удовольствием принимаю участие в зимних этапах, поскольку это такое достаточно редкое для нас, людей, которые в ралли-рейдах участвуют, редкое явление. Но при этом в классическом ралли достаточно обширный календарь зимних гонок, и там, в общем-то, есть из чего выбрать и зимой, и летом. Поэтому отдать какое-то явное предпочтение я вот, наверное, тут не возьму. Ну вот тогда, раз затронули тему классического ралли, так чтобы тоже там телезрители понимали, вот ралли-рейд и классическое ралли, вот основные отличия? Очень похожие, на самом деле, по характеру дисциплины. Основное отличие это в том, что классическое ралли проходит по все-таки дорогам общего пользования, которые подготовлены для движения обычных гражданских автомобилей, легковых автомобилей. Это, как правило, либо хорошо укатанные проселочные дороги, ну, гравийные, цепные дороги, достаточно ровные, отгрейдированные, ну, либо асфальтовые, если мы говорим об европейских этапах, которые проходят на асфальтовых трассах. Вот. И основной критерий скорости, да, основной критерий там результата, это все-таки скорость прохождения спецчастков. Они не такие протяженные, как в ралли-рейдах, но требуют максимальной концентрации, максимальной атаки на предельных скоростях. Для этого перед гонкой пилот со штурманом проезжает по этим дорогам в ознакомительном режиме, на гражданских автомобилях составляет так называемую синаграмму, которая позволяет в дальнейшем пилоту на слух воспринимать информацию о дороге и атаковать, так скажем, предельно. Мы видим, если посмотрим какие-то видеоролики с этапов, там, допустим, мирового чемпионата WRC, то видим, что машины несутся на предельных скоростях все время в полете, летят, едва касаясь земли. И машины внешне очень напоминают те автомобили, на которых мы ежедневно по городу продвигаемся. Если говорить про ралли-рейды, то все-таки это более протяженная дисциплина, наверное, все-таки более комплексная дисциплина в том плане, что здесь несколько факторов воздействует на результат. Автомобиль, помимо того, что он должен обладать высокими скоростными характеристиками, он еще должен иметь возможность преодолевать достаточно сложные бездорожья, поскольку, в отличие от классического ралли, ралли-рейды проходят по дорогам, но частично с весьма труднодоступным рельефом, такие как пески, достаточно глубокие бороды, там, лесные дороги после, там, лесовозов, тем более после распутицы. Естественно, это автомобили уже достаточно серьезной внедорожной подготовки. И, помимо этого, маршрут, по которому едут автомобили для экипажа, он каждый раз там новый, каждый раз впервые, и нет возможности ознакомиться перед гонкой с ним, поскольку это и не предусмотрено, ну и плюс сама протяженность этих спецучастков достигает нескольких сотен километров. Таким образом, здесь нужно не атаковать максимально, да, а именно найти тот баланс, на котором ты сможешь ехать и достаточно с высокой и средней скоростью, и при этом позволить технике преодолеть очень большие расстояния, чтобы не возникли каких-то технических неисправностей, поломок, там, опять же, найти правильные траектории маршрут преодоления каких-то сложных дорожных участков. И очень большая ответственность у штурмана, поскольку ему приходится в режиме реального времени все время прокладывать этот маршрут, ну, согласно дорожной книге, и с какими-то отклонениями, когда мы говорим о бездорожных аргументах трассы. Поэтому и времени больше занимает, ну и, соответственно, больше переменных здесь у нас присутствует. Ну и вот как раз баланс, про который вы говорите, тут уж главное, чтобы раз этапы в несколько сотен километров, чтобы техника тоже выдержала. Да, конечно. И, ну, соответственно, разные требования к подготовке техники предъявляются. Если мы говорим про этапы классического ралли, то, ну, в целом, в среднем гонка проходит 100-150 километров. И основная задача, чтобы, там, автомобиль вот эти 150 километров, там, преодолел без каких-либо трудностей. Соответственно, степень форсировки двигателей, там, и каких-то еще, ну, облегчения каких-то систем, они позволяют, ну, в гораздо большем диапазоне эти работы производить, поскольку все-таки ресурс существенно ниже требуется. Если мы говорим про ралли-рейды, особенно марафоны, это несколько тысяч километров. Естественно, что во голову становится уже надежность автомобиля, и его, скажем, показатели именно скоростные, они, ну, немножечко на второй план подходят, потому что главное, чтобы автомобиль мог преодолеть всю эту трассу, всю дистанцию, смог проехать все труднопреодолимые участки, показывать в среднем высокую скорость. Ну, и, соответственно, вот с этой точки зрения идет такая комплексная подготовка автомобиля. Ну, и плюс такое, оно же на протяжении нескольких дней, вот опять в Ульяновске сколько, три дня? Да. То есть это же здесь первый день, потом за ночь надо техникам восстановить то, что, не дай бог, сломалось? Ну, естественно, да. И имеется же такая возможность, не на все же три дня должен выдержать автомобиль. Да, отдельная, конечно, задача у механиков, потому что днем механики отдыхают, экипаж преодолевает трассу, ночью экипаж отдыхает, механики выходят на свою смену, так скажем. И, да, во-первых, они должны произвести все рекламентные работы, которые требуются с автомобилем, потому что пробеги большие, требуется замена масла в агрегат, требуется замена расходных материалов, таких как колодки-фильтры, требуется полностью произвести контроль всех агрегатов, узлов, посмотреть там затяжку, посмотреть целостность тех или иных систем, элементов. И также, если были какие-то, ну, возникали по ходу предыдущего дня технические проблемы, там что-то выходило из строя, там, либо какие-то были повреждения, механикам необходимо в течение ночи попытаться максимально, да, устранить эти проблемы и на утро выдать, в общем-то, готовый новый автомобиль. — Механики сильно злятся, если, ну, правда, что-то вот пошло на трассе не так и автомобиль доехал в не самом хорошем состоянии? — Ну, я не могу сказать, что они прямо злятся. Ну, наверняка, вряд ли их ощущают, ну, посещают радостные мысли от того, что им предстоит произвести работу там сильно больше, чем изначально было запланировано. Но мы понимаем, что мы одна команда, что ошибаются периодически, там, и пилоты, и где-то могут быть ошибки с точки зрения подготовки техники, технических каких-то моментов возникают. Вот, поскольку, я говорю, много очень факторов, много переменных влияет на результат, мы стараемся все-таки не просто злиться друг на друга или обижаться, да, а совместно находить оптимальные пути решения для того, чтобы, ну, иметь возможность с любой проблемой, которая нас может настигнуть, сообща, справляться. Поэтому где-то были ситуации, когда были серьезные повреждения у нас там в Африке после переворота автомобиля с Дюны, вот, и я в том числе вместе с механиками, вместо того, чтобы идти спать, помогал, потому что большой объем работы нужно было сделать, и я также участвую с ребятами в процессе подготовки автомобиля, даже вот в течение гонки. Ну, то есть, соответственно, пилот не должен уметь только рулить, грубо говоря, должен помочь, должен знать, как что устроено, чтобы помочь в крайнем случае механикам, или, ну, чтобы не вызывать у них такое, отойди, не мешай, все равно не разбираешься ни в чем. Ну, помогать механикам, наверное, пилоту приходится, ну, в крайне редких случаях, ну, когда действительно серьезные проблемы возникают. Но, тем не менее, конечно, пилоты, штурмант должны быть, во-первых, технически образованы, и, во-вторых, они должны хорошо знать конструкцию автомобиля, потому что на протяжении гонки, на протяжении сводчатки, так или иначе, могут возникать технические сложности, это могут быть сложности, возникшие в результате какого-то поражения автомобиля, при попадании в какие-то там ямы, канавы, после приземления с трамплина, где, допустим, он неожиданно оказался коварным. Вот, так и могут возникать просто технические проблемы, связанные с какими-то, может быть, усталостными разрушениями, которые, допустим, на новых агрегатах, не обкатанных, еще возникают в процессе, так скажем, тестовой эксплуатации. И когда экипаж находится в сотнях километрах от сервисного парка, конечно, будет здорово, если своими силами экипаж может отремонтировать автомобиль, может решить ту или иную техническую проблему, поэтому всегда на борту у нас присутствует минимальный набор инструмента, основные какие-то расходные материалы из серии крепежа, хомутов, скотча, всего такого. И порой это действительно, на трассе приходится там изобретать, как говорится, из подручных материалов, там, ну, какие-то элементы, которые влияют на функционирование. Да, то есть, иной раз выходит на первый план уже не скорость преодоления, а именно сам факт финиша, потому что гонки достаточно протяженные, и, ну, у многих участников возникают те или иные проблемы. Соответственно, чем быстрее, чем лучше ты справишься с этой проблемой, ну, тем твое положение в турнирной таблице будет выше по отношению к твоим соперникам. То есть, такой момент, отыграть, если что, можно попробовать. Да, сколько раз такие мысли были, что в начале гонки казалось уже, вот все уже, все, пиши, пропало, потому что вот первый день не задался, и у нас там и это вышло из строя, и колесо мы пробили, и там останавливались, еще что-то. И казалось бы, что гонка проиграна, но в этом и прелесть ралли-рейдов, что гонка идет несколько дней, да, и сегодня мы проиграли час, но завтра мы можем отыграть 15 минут через настоящие гонки, еще там 30 минут и так далее. И к финишу гонки мы можем выйти лидерами, даже несмотря на такие серьезные потери в первый день. Бывает также и наоборот, к сожалению, что по ходу гонки ты лидируешь, и в последний день, ну, произошла какая-то там неприятность, проблема, ошибка экипажа, либо какая-то техническая досадная поломка, и весь твой запас там по времени, да, он тает на глазах, и ты там судорожно пытаешься хоть какие-то там сделать, предпринять какие-то меры для того, чтобы, ну, оказаться все-таки на финише, потому что финиш в гонке – это, ну, для нас все-таки первостепенная задача, поскольку финиш гонки дает тебе и квалификационный результат, ну, и, в общем-то, показывает надежность автомобиля, способность его преодолеть всю эту дистанцию. Вот единственная только беда, вы так рассказываете, ну, увлекает этот момент, вот, к сожалению, только, наверное, для зрителя, да, ну, вот этот нерв немножко в ралли-рейдах теряется, потому что, ну, нет, я не знаю, как в шоссейных кольцевых, там, в Формуле-1, вот, обгон, когда ты видишь конкретно, кто кого обогнал, кто каким едет, а здесь мимо машины по одной проходят, ну, и вроде, ну, прошли, вроде быстро, на финише раз, а выиграли другие. Да, непонятно, кто первый. Да, в этом есть сложность как раз-таки, вот, дисциплина ралли, там, классического, ралли-рейда в том, что для зрителя, который приезжает непосредственно на гонку, порой, ну, картинка, так скажем, очень ограничена. Это либо фрагмент трассы, либо, ну, там, старт-финиш гонки. Вот, но, тем не менее, мы всегда рады видеть зрителей, потому что они нас поддерживают, в общем-то, мы в том числе для зрителей, гоняем для того, чтобы порадовать людей своей, там, ездой. Но помимо почного лицезрения, да, этого мероприятия, сейчас достаточно активно развивается, там, ну, скажем, онлайн-трансляции, которые можно посмотреть, там, в интернете. Это, во-первых, съемки с различных точек, с различных камер, которые можно, там... Ну, то есть в машину можно поставить. Да, да, то есть зрители могут, там, онлайн наблюдать за, там, преодолением трассы, там, различными экипажами на различных фрагментах участка. Помимо этого, есть онлайн-тайминг, это когда мы можем смотреть в режиме реального времени относительно экипажей, кто на каком месте, с какими результатами преодолевает ту или иную точку. Ну, потому что участок бывает разбит на несколько секторов, и мы можем по секторам смотреть по итогу, кто в данный момент лидирует, кто проигрывает, потому что эти все данные выводятся в виде таблицы. Ну, и также можно посмотреть на карте непосредственно нахождения каждого автомобиля в данный момент времени, кто остановился, кто едет, даже посмотреть скорость, какие-то там параметры. Потому что сейчас все автомобили участников оборудованы GPS-мейчками, которые передают информацию в штаб. Штаб в свое время, в свою очередь, эту информацию уже выкладывает в общий доступ, в виде такой достаточно удобной схемы графики. Ну, прям, в принципе, да, со смартфоном можно смотреть. Да, да, и можно следить за своим любимым участником, за кого вы болеете, смотреть времена его прохождения, сразу знать, какую позицию он занимает в данный момент, смотреть, в каком месте относительно маршрута он находится, нет ли у него каких-то технических проблем, не остановился ли он, а то, может быть, надо бежать помогать. Ну, или расстраиваться, когда видишь по карте, что поехал человек не туда. Да, да, в том числе сразу видно на этой карте, когда штурман запускает ошибки. Такое, кстати, часто случается в рейли-рейдах, когда-то не туда, заблудились. Одна из сложностей рейли-рейдов, это как раз в том, что ты не имеешь возможности ознакомиться, как я уже говорил, и штурман должен с чистого листа не ошибиться, не сбиться с пути, потому что мы не имеем возможности пользоваться навигаторами, мы не можем там в навигаторе постоять точку, финиш, и на нее там по прямой. Вот. Ну, во-первых, вообще, в принципе, мы движемся по трассе, по так называемой дорожной книге, в которой даны расстояния между определенными элементами трассы и, по сути, там какие-то элементы. Это могут быть там развилки, повороты, перекрестки, направления, куда-то направляется. Такие основные ориентиры? Да, то есть там условно полтора километра, там развилка направо, нужно идти еще через 700 метров на перекрестке налево. Но этот перекресток может быть не через 700, а через 650 метров, а через 700 еще один. Соответственно, да, такие ловушки делают специальные организаторы, чтобы, ну, особенно неопытные экипажи, бывает такое попадается, что вот она, казалось бы, вот это развилки или перекресток, ага, здесь мы уезжаем, а на самом деле нужно было проехать еще там 50-100 метров, и там где-нибудь за какой-нибудь, за трамплином будет тот самый нужный перекресток, о котором мы говорим. И это, в общем-то, сбивает иногда с пути, экипаж уезжает не туда, видит подальше, что подорожные книги, те позиции, которые там предусмотрены по маршруту, они уже у него не совпадают, понимают, что уже где-то ошиблись, приходится возвращаться, тереть на этом времени, ну и далее продолжать. Ну и так же... Опять-таки же надо понять еще, в каком месте сбились. Ну тут уже нужно возвращаться до той точки, в которой ты уверен был на 100%, ну вот та позиция у тебя точно пробилась, никаких сомнений не было, да, либо она какая-то характерная позиция, брод, там, не знаю, там, еще что-то, ну то, что у тебя никаких сомнений не вызовет, до этой точки вернуться, и дальше как бы по новой уже более внимательно. И также в участках, ну так скажем, с безориентированной местностью, это какие-то фрагменты песчаных вот этих пустынь, там, либо где-то просто в открытом поле, там, такое бывает, там. Мы движемся просто по курсу, вот, и штурман словно по компасу направляет автомобиль, как в открытом океане, да, и ты должен ехать строго на точку. Но тоже мы движемся по курсу на условную точку, которая ничем, никак не примечательна, кроме того, что эта точка записана в GPS-координатах. И если там даже на 2-3 градуса ты отклонился от заданного курса, то там через 3-5 километров ты можешь оказаться далеко от этой точки. И, соответственно, тебе взять ее, ну, чтобы у тебя прибор зафиксировал прохождение этой точки, приходится опять же искать, да, где она будет непосредственно находиться. Иногда тоже приходится возвращаться и опять на курс вставать, чтобы точно выйти на этот. А, кстати, сбивают такие моменты, например, вот вроде бы выбрали направление, вроде едем правильно, тут раз, вот, блуждал один экипаж, раз сбоку выезжает. Думаешь, ага, а может быть они правы. Потом смотришь, а там с другой стороны еще ребята, короче, и с другой стороны едут в лес. Думаешь, а куда? И вроде они-то думают, что они едут правильно. Ну, то есть, соответственно, такие вот моменты сбивают. Начинаешь задумываться или все-таки веришь в штурмана до последнего? Ну, опытные экипажи с опытными штурменами, конечно, доверяют штурману до последнего, но не обращая внимания на то, что вокруг происходит, все-таки мы стараемся там следовать своему собственному курсу. Иногда мы там даже оптимизируем маршрут, да, можем там немножко подрезать в рамках говоренного коридора, который позволяет нам делать те или иные отклонения от трассы для того, чтобы сократить путь. Вот, и бывает, что мы, оказывается, там провели наших соперников, вот, но бывают и такие комичные случаи, когда вот в такую безориентированную, там, так называемую, воропист, местность мы попадаем, и какая-то точка одна не берется, и, ну, потому что к ней, например, был сложный очень путь через, там, дюн и так далее, и выдержать строго, там, курс в градус в градус, ну, просто нереально, потому что ты не сможешь, там, по дюнам ехать прямо, тебе приходится все время варьировать и какими-то галсами обходить все эти, там, сложные участки, но, тем не менее, придерживает средний курс. Так вот, и в какой-то момент начинаются поиски этой точки, мы понимаем, что мы проехали 5 километров, и вот здесь она должна быть. И вот там начинается вот эта вот карусель, там все кто куда, оттуда, отсюда, тебе навстречу едут машины справа-лево, потому что вот где-то здесь она есть, но вот ее надо найти. И порой это занимает, там, ну, по несколько минут, там, то и больше, и некоторые экипажи даже уже плюют, что, ну, нет смысла порой терять время на поиски этой точки, за которую дают, там, штраф, там, временной, там, и, ну, гораздо меньше, чем... Дольше можно потратить на поиск, чем на штраф. Да, там, на точку, допустим, тебе дают штраф 15 минут за невзятие, но ты можешь, там, полчаса крутиться и искать, и не факт, что найдешь. Вот, и когда ты понимаешь, что ты уже ездишь здесь вокруг этой точки дольше, чем, возможно, получение пенализации, то проще переключиться уже на следующую точку и идти, там, дальше. Вот, такие, да, моменты здесь бывают, случаются, не то чтобы часто, но почти что в каждой гонке такое что-нибудь происходит. Ну, и не могу спросить, все равно у нас, вот, даже опять Ульяновский, если взять, вот, вроде бы, точка старта-финиша одна из года в год, такое ощущение, что уже все пилоты должны трассу знать. Или она меняется вот где-то там, как раз, о чем мы говорим, где зритель не достает взгляда? Да, конечно, даже при условии, что у нас старт и финиш в одном месте, поскольку трасса из себя представляет нескольких десятков и сотен километров, организатор старается каждый год вносить изменения, вносить изюминку. Если в прошлом году мы ехали на этом перекрестке направо, то в следующем мы обязательно поедем налево. Вот, и вот эти вот даже визуальные какие-то воспоминания, что вот, ой, я все помню, а оказывается раз, и все по-другому. И то есть тут тоже можно поддаться такой вот ошибке, что ты по прошлому году помнишь... Мышечная память. Да, была проложена трасса, и вроде как, что-то думать надо, вот ехать туда, мы же тут уже ездили. Вот, на самом деле, да, все из года в год меняется. Какие-то отдельные участки, конечно, вспоминаются. Ты помнишь, что ты здесь в прошлом году уже проезжал, но через километр-два там все изменилось, и вообще мы поехали в другую сторону. И приезжаем к финишу совершенно с другой стороны, но не с той, с которой мы там себе даже могли это ожидать. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Будем надеяться, вот так вот рассказали, что называется, захватывающе. Посмотрят люди, больше будет болельщиков, больше будет зрителей. Я думаю, пилотам, штурманам, да и вообще командам будет приятнее участвовать в соревнованиях. Телезрителям напомню, сегодня у нас в гостях был Алексей Игнатов, пилот команды «Газрейдспорт», мастер спорта, четырехкратный чемпион России по ралли-рейдам и классическому ралли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова